Всем привет, с вами Аурум и сегодня я хотел бы объяснить вам, почему выгоднее покупать магические сундуки, а не супер магические, если вы хотите получить легендарную карту. А давайте я буду открывать сейчас магические сундуки на ваших глазах, ну а в общем-то, что с этого получится, будем смотреть дальше. Я не уверен, что мне выпадет легендарная карта, но все же, я думаю, что покупая магические сундуки, я все-таки приближаю легендарную карту к себе. Почему? Давайте смотреть дальше. Итак, ребят, все дело в том, что Суперселл нам неоднократно повторял, что вероятность выпадения легендарных карт в супер магических сундуках намного больше. И отчасти это действительно правда, точнее это полностью правда, но дело в том, легендарка! Не, ну на самом деле это круто, это не монтаж, я не записываю звук поверх видео, понимаете? Я не записываю, вот смотрите, лава, лава, лава в первом же магическом сундуке. Блядь, как-то круто-то вообще. Фарт, не знаю, по-моему фарт ко мне вернулся. Знаете, что самое смешное? Я решил реально записать умный ролик, в котором попытаюсь объяснить сложный алгоритм, почему же стоит покупать именно магические сундуки для выпадения легендарок. И я реально, когда смотрел на 14 тысяч гемов у этого чувака, у которого я сейчас открываю легендарки, ну точнее сундуки, я думал, блин, до 14 тысяч, наверное, может и не выпасть. Потому что в прошлый раз я открывал на 36 тысяч гемов, там было две легендарки, но все-таки можно было попасть в вот эту яму между третьим и последним сундуком, как было в прошлый раз, и не получить ни одной легендарки. А здесь в первом же сундуке сразу лава. А, ребят, я просто, не знаю, нужно проверить, это все записывается хоть, нет? Сейчас, секунду. Да, вроде запись идет, ладно, сорян. Лава, это очень круто. Ну, то есть, блин, это вообще, в принципе, круто. На самом деле мне уже, по-моему, выпали... Что мне уже выпадало? Мне выпадала принцесса, мне выпадал ледяной маг, мне выпадал шахтер, выпала лава. Мне осталось вытянуть только, получается, спарки. И, надеюсь, именно ее я вытащу уже на своем аккаунте. Блин, круто, че. Ладно, поехали дальше. В принципе, задачу на день мы выполнили. Короче, ребят, смотрите, все дело в том, что есть сложный алгоритм, в котором говорится, что одна из переменной является той, что, по идее, с 600 выпавших карт, как в супермагическом, так и в магическом сундуке, должна выпасть одна легендарка. Но это не все. Чтобы вы не путались, я скажу, что это только часть алгоритма. Потому что есть еще понятие такое, что как подбрасывание монетки будет либо орел, либо решка. Это значит, что в супермагическом сундуке, ну, не может быть больше одной какой-то легендарки, понимаете, да? То же самое в магическом сундуке. Но так как мы открываем... Ну, вероятность одна и та же, как для супермагических сундуков, так и для магических с расчета в 600 карт. Понимаете, да? Ну, это я вообще говорю про легендарную арену. Наверное, на седьмой арене немного меньше. Но все же, дело все в том, что мы, получается, как, за одну и ту же цену, то есть примерно плюс-минус за одну и ту же цену, там разница, по-моему, в 100 гемов, мы можем купить 6 магических сундуков. И это будет равняться одному супермагическому. Таким образом, получается, что вероятность выпадения легендарной карты больше все-таки по деньгам именно в магических сундуках. Вы спросите, а что же с другими сундуками? Там, ну, в общем-то, если вероятность одна и та же. Ну, все дело в том, что, например, в гигантском сундуке вероятность выпадения легендарной карты там 1 к 10 тысячам, понимаете? То есть вероятность крайне маленькая. И если вам выпала легендарка с какого-то гигантского или серебряного сундука, ну, вам очень крупно повезло. Вот. А что же дальше, получается? Ну, почему я это все так рассказываю в такой монотонной форме? Потому что точного объяснения этому нет. Потому что формула действительно сложная. Откуда вообще взялась эта информация? Еще очень хороший вопрос. Эта информация взялась именно с внутренних файлов игры. То есть там есть очень много интересных вещей. И вот там есть одна переменная, что легендарная карта, как в магических, так и в супермагических сундуках, падает с вероятностью 1 из 600. Но тут тоже напрашивается вот логический вопрос, который я задавал чуваку, который слил мне эту информацию. Я у него спрашиваю. Вот я сейчас вам покажу. Сейчас дощелкаю. Так. А я у него спрашивал такой момент. Чувак, смотри. У нас, например, на седьмой арене 522 карты. А на восьмой там больше 600 в сундуке. То есть почему тогда в каждом супермагическом сундуке нет гарантированной легендарной карты? На что он мне ответил, что карты тоже падают по определенному алгоритму. То есть у нас будет 17 эпических, 104 рарки, понимаете, да? И то есть здесь, вот именно здесь играет момент подбрасывания монетки. Должна ли нам вообще выпасть здесь легендарная, какая-то легендарная карта или нет? Понимаете? Блин, я знаю, что это сложно звучит, но суть заключается в том, что алгоритм один и тот же, как в супермагических, так и в магических. Но так как мы магических можем за одну и ту же сумму купить больше, то вероятность, конечно же, будет больше, что потратя, например, 3700 гемов, мы получим легендарку. Ну, конечно же, так не будет, но вы видели, да? Я начал открывать эти магические сундуки, и вы сами увидели, что произошло. Самое крутое, что я еще реально думал, блин, может, пооткрывать эти сундуки и на фоне записать с текстом, чтобы красивенько было, сформулировать как-то это красиво, почему же нужно покупать магические, чтобы выпадала легендарка. Потом думаю, да ну нафиг, это будет неестественно, это будет не круто, лучше все в режиме реального времени. Выпадет так, выпадет, не выпадет так, не выпадет. И, блин, выпадает лава, бля, это круто вообще. Вот, ну, ребят, я надеюсь, вы поняли, в чем суть. Если не поняли, блин, пишите в комментариях, я не знаю, может быть, или же знаете, какая фигня будет. Если вы будете писать, что вы все-таки не поняли, я попрошу опубликовать пост в группе Clash Royale, именно попрошу того человека, который слил мне эту информацию, где он попытается это изложить как можно более конкретнее. Потому что, ну, я понимаю, что для умных людей, ну, для людей, у которых... Для неумных, точнее, для неумных людей... Для любознательных людей информации, которые я дал, в принципе, мало. Но, по большому-то счету, ну, это так. Потому что на 14 тысяч гемов мы бы смогли купить всего лишь три супермагических сундука. А если смотреть на мировую практику каких-то мегажирных топов, мегажирных донатеров, то, ну, в каждом третьем супермагическом сундуке не выпадает лава. Это факт. Поэтому как-то так. Если покупаете сундуки, все же рекомендую покупать магические. И я стопудово буду себе покупать магические, когда уже доберу свой аккаунт. Просто, понимаете, никак не могу пооткрывать на своем аккаунте, ибо постоянно люди просят открывать сундуки именно у них на акках. Ну, плюс фарт еще ко мне вернулся, поэтому не исключено, что еще кто-то будет просить. Но, наверное, я буду планку больше ставить, чем 14 тысяч гемов. Хотя, если открывать сундуки на 14 тысяч гемов именно магические сундуки, то, в принципе, довольно неплохо легендарки выпадают. А это такая, ну, знаете, когда выпадает легендарка, у тебя кровь к мозгу просто начинает жестко поступать, и, я не знаю, адреналина куча. Вообще это клевое ощущение. Плюс еще мне везет, и мне выпадают именно те карты, которых я еще не доставал. А, кстати, видите, у меня блустакс немного глючит, и он то медленно, то медленно, вот видите, медленно карта открывается, как медленно, то очень быстро. То есть, очень, очень как-то это все странно. Ну да ладно. Ладно, в итоге, вот, видите, последних три карты, насколько быстро они выпадают, а до этого очень... Аааа, лава! Что? Вторая лава? Я просто бог алгоритмов, ребят Саня из группы Clash Royale Огромное спасибо тебе за этот Это просто нереально Как так-то вообще? Фух Не, реально это круто Две легендарки Две уже легендарки, ребят Сколько мы сундуков открыли Понт, реально Напишите в комментариях Сколько было открыто сундуков Когда выпала вторая легендарная карта Ну это просто трэш вообще Я не знаю буду ли я спойлерить музыкой Открытие легендарок Скорее всего буду Вы наверное уже поняли Что она сейчас выпадет Но блин, две легендарки С магических сундуков Ааа, блин Это было неожиданно Блин, я надеюсь это все записывается Потому что записываю с компа И есть сомнения, что я может что-то вообще не записываю Ладно Ребят А, моя теория все-таки верна Потому что, ну блин Мы бы открыли реально такое же количество Супер магических сундуков И реально выпало бы Может быть Выпало бы две легендарки Но нам дешевле открывать магические Открывайте магические Это знаете Спонсор этого Спонсор этого видео Магические сундуки Открывайте и не пожалеете Вау, блин Круто, че Все, у меня настроение теперь хорошее на весь день Слушайте Вау, это просто жир 4Т У нас еще 5000 гемов остается Может не открывать вообще Ну его нахер Блин Лава уровень 2 Повторяю Это не запись голоса На имеющееся видео Ребят, повторяю Вот, смотрите Смотрите Давайте апнем лаву А че у него улучшается У нее становится больше на 290 хп Урон в секунду, конечно же, растет И, ну, понятно И у нее плюс 1 щенок Блин, ну круто, круто Если бы это еще спарка была Прикиньте, уровень 2 спарка Ах, давайте Вау Уровень 2 Блин, у чувака А сейчас давайте посмотрим Сколько у чувака кубков Чтобы вы еще больше проорали Чтобы вас больше еще набомбило Потому что у вас нету двух легендарок Та-дам У чувака 2 293 кубка А это значит Что он сейчас будет рвать Со второй лавой просто всех Но на самом деле На этих кубках лава Это читак нереальный Особенно еще шарик там себе возьмет Возьмет шарик Возьмет гончу И вперед с песней Блин, круто Не, серьезно Реально искренне Как-то очень искренняя такая радость Непередаваемая Просто офигительно, ребят Вау Вторая лава Давайте еще третью легендарку И я просто пойду, не знаю Напьюсь сегодня Ладно Алкоголь вредит вашему здоровью Понимаете, да? Если литр рома выпить То вообще очень все плохо Блин, круто Круто, круто, круто Гигант Бомберы Я даже не знаю А может вообще Какая разница Какой там алгоритм Да? Вот формулы эти все Кого парит вообще этот алгоритм? Важно то, что Потратя 11 Чуть меньше 11 тысяч гемов Я не знаю Напишите, сколько сундуков Все-таки я открыл Когда выпала вторая легендарка Но Там не больше 11 тысяч гемов И открыв эти 11 тысяч гемов Точнее Открыв эти сундуки на 11 тысяч гемов Я получил две легендарку Ну, результат Довольно неплохой Судя по тому, что Вы помните, сколько на своем основном аккаунте Я гемов потратил И сколько у меня легендарок было До последнего обновления Пока я не купил шахтера в магазине Поэтому Ну, такое дело Бесит немножко, что Bluestacks все-таки подтупливает Видим, что он так медленно почему-то И сейчас он будет быстро Смотрим Какой-то баг Реально забагал Bluestacks До третьей карты Реально виснет А нет, все, разбагал Все, полностью разбагал Все круто Как на iPad А нет, теперь с третьей карты Начинаем Вау, вау, вау Чувак зашел на акк Ну, не гони Ну, зачем ты это сделал Вот дебил, блин Ну, прости, пожалуйста Ну, реально Ну, нахрена ты это делаешь Во время видео Прям Ну, ладно, ребят Простите Это техническая сложность Я, может, даже это вырежу Нам осталось открыть всего лишь два сундучка Осталось открыть буквально два сундучка Надеюсь, он больше не зайдет Надеюсь, это видео доставило вам определенного рода эмоции И оно было интересным Честно, искренне Я охреневший от этих двух легендарок Я ни в коем случае не ожидал Что на 14 тысяч гемов Я вытяну целых две легендарки И качну лаву до второго уровня Реально, это просто мега круто Короче В общем, если будет очень много комментариев Что вы все-таки не поняли Почему же Ну, конкретных комментариев Не просто, типа, я не понял А конкретных комментариев Типа Аурум Объясни подробнее, да То я все-таки попрошу своего товарища Опубликовать подробную статейку По какому же алгоритму все это дело выпадает Ну и, кстати говоря, мы еще и открыли ему все карты Вот эти вот Видим, видим, видим стражей Видим темного принца Некисло прокачали его основную колоду Ну, основная колода у него такая Что-то он сам Называется Made by Sam's Clipal, понимаете? То есть Сам что-то, наверное, придумал Вот Слишком много спеллов, я смотрю Слишком много спеллов Да, чувак Реально Рекомендую Рекомендую тебе пересмотреть конкретно свою колоду Потому что я немного не понимаю Может, это какая-то фан-колода Да, наверное, это все-таки фан-колода Потому что вот это уже больше Ну, не больше Это прикольная колода достаточно Такс Ребят, ну, на этом буду заканчивать Хоть у меня слишком много было адреналина Поэтому сейчас уже ослабленность, понимаете, происходит Надеюсь, это видео вам понравилось Если вы хотите еще больше видео Где Ауруму выпадают легендарочки Ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал Делитесь этим видео с вашими друзьями Ну и с вами был Аурум Всем удачки!